В этих баночках не краска, а грязь, добытая из шести рек Манилы. Именно она стала своего рода вдохновением для филиппинских художников. Они решили использовать такой необычный материал, чтобы обнажить экологические проблемы столицы. Предварительно грязь отправили на дезинфекцию. Однако художникам всё равно пришлось нелегко. «Сначала было трудно, потому что я впервые грязью. А второе – это запах. Хотя грязь прошла стерилизацию, но запах остался. И это вылилось в большую проблему для нас». Впрочем, художники преодолели все трудности и написали множество картин. Теперь они представлены на выставке под названием «Грязная акварель». Все сюжеты навеяны реальными событиями, которыми наполнена жизнь возле загрязнённых рек. Одна из них называется Пасек. Эта река считается чуть ли не самой грязной в мире. Ежедневно в неё сбрасывается 150 тонн бытовых и 75 тонн промышленных отходов. Экологи относят её к биологически мёртвым рекам. «Общий элемент всех работ – это дети и семьи, живущие вдоль реки Пасек. Картины показывают, как люди пользуются этой водой, и они не знают, что купаться в ней опасно. Нам нужно оживить пасек». Акварели, написанные грязью, можно купить. Цены варьируются от 900 до 2500 долларов. Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд, занимающийся восстановлением загрязнённых рек. Власти Филиппины несколько неправительственных организаций, начиная с 90-х годов, пытаются очистить столичные реки. Однако пока это им удаётся плохо. Одна из причин – неразвитая инфраструктура города.